Детское кресло Белая Киа и черный Ниссан двигались по профсоюзной в сторону улицы Республики Водитель Ниссана вдруг решил перестроиться и спровоцировал ДТП Обе машины вынесло на встречную полосу Слава Богу, что на встречке не было никого Вот это меня спасло Если бы еще была бы встречка, если бы шла То было бы еще дополнительное столкновение Я была бы с ребенком Ребенок у меня был пристегнутый, но очень сильно ударилось Девочка, да? Девочка, да, моя Сейчас повезли ее в больницу обследовать У пострадавшего ребенка врачи диагностировали Ушиб мягких тканей головы От более серьезных травм девочку уберегло именно детское кресло При столкновении, при торможении ребенок Пошел немножечко вперед на ремне Что в принципе логично по любым законам физики И так как удар пришелся на правую сторону То есть могло произойти вот так вот То есть ребенок мог удариться об боковую защиту Но в данной ситуации могу сказать, что кресло сделало все, что могло То есть последствия могли бы быть гораздо плачевнее Пускай будет самое недорогое кресло Самое главное использовать его согласно инструкции Еще девять детей пострадали в ДТП за минувшую неделю Большинство из них были пассажирами автомобиля И находились в детских креслах Не обошлось без травм В основном ушибы головы и грудной клетки Но от более серьезных повреждений Опять же спасли кресло и ремни безопасности Мотоциклисты пополнили печальную статистику ГИБДД В понедельник случилось сразу пять аварий С участием двухколесной техники На седьмом километре Старо-Тобольского тракта Мотоцикл Минск попал под колеса грузовика Водитель которого нарушил очередность проезда Тяжелейшие травмы получили 19-летний мотоциклист И его 21-летний пассажир А в воскресенье трагедия произошла на улице Профсоюзной 31-летний мужчина на мотоцикле Кавасаки Ехал на большой скорости И не справился с управлением Вот что зафиксировали авторегистраторы Тюменских водителей на минувшей неделе В продолжение темы двухколесной техники Видео, снятое в среду Скутерист-экстремал вылетает прямо под колеса машины К счастью, водитель успел затормозить Еще один экстремал показал свое мастерство Прямо в городском потоке Это произошло в понедельник на улице Республики В тот же день лихач на белой ладе Попал в объектив видеорегистратора на Мельникайте Пример того, как надо вести себя на дороге Показали животные В четверг это была утка с выводком утят А в пятницу собака, которая аккуратно Перешла дорогу по пешеходному переходу Кстати, прежде убедившись, что машины ее пропускают Напоминаем, Тюменская служба новостей Принимает видео с авторегистраторов Условие одно Сначала это появляется у нас в эфире И только потом в интернете Если у вас есть что-то интересное Звоните по телефону 688-946 Или пишите письма на электронную почту Info.trtr.ru Авторы самых интересных видео По итогам месяца получат от нас Денежное вознаграждение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok